Дрожжевое тесто Сюда добавляем и совершенно немножко теплой водички, столько достаточно. Размешиваем. Отставляем. Теперь в миску добавляем муку. Дрожжевое тесто, соль, столовую ложку оливкового масла и дрожжи. И постепенно вливаем горячую воду. Немножко замешиваем. Понемногу добавляю воду и размешиваю. Вода у нас не горяченькая, а теплая. Вливаем. Перемешиваем. Смотрите, уже образовывается тесто. Еще вливаем. Тесто уже начинает схватываться. И еще немножко. Добавим больше. И руками размешиваем теперь. Тесто такое мягкое. Для того, чтобы тесто не прилипало к рукам, я окунаю свои пальцы в масло. И перемешиваю. Когда тесто не липнет к рукам, то оно замешивается быстрее. Пошенько перемешиваем. На дно я сейчас немного нанесу масло, чтобы не прилипало к посуде. И вот наше тесто почти уже готово. Масло очень помогает. Собираем со стенок. И домешиваем наше тесто. Теперь делаем из нашего теста колобочек. Накрываем полиэтиленом. Полотенечко. И отправляем для расстойки в теплое место на 40 минут. Пока тесто стоит на расстойке, приготовим соус. Для начала надо надрезать верх помидоров крест-накрест. Вот таким вот образом. Один. Два. Перекладываем в мисочку. Заливаем кипяточком. Оставляем на 2 минуты. Это нужно для того, чтобы кожица легко отзиралась. Оставляем. А теперь нарежем 2 зубчика чеснока. Эти зубчики я сейчас нарежу. Отправлю на сковороду вместе с оливковым маслом и душистыми прованскими травами. А еще сверху положу помидорчик. Это будет очень вкусно. Потом в этот соус мы будем обмакивать наши пицца-шарики. И это будет вдвойне вкусно. Осталось совсем чуть-чуть и уже приступим к самому интересному. Мелко нарезаем, потому что, я думаю, в соусе будет не очень приятно, когда вот такой кусок чеснока попадает в рот. Готово. В сковороду наливаем немного оливкового масла. Достаточно. Делаем вот так, чтобы распределить по всей сковороде. Сюда добавляем наш чеснок. Раванские травы. И делаем вот так. Огонь чуть пониже. Пока тут жарится наш чесночок, я быстро-быстро очищу наши помидоры от кожи и нарежу. Вытаскиваем наши помидорочки. Одна помидорка. Две помидорки. Очищаем. Смотрите, кожа сама сползает. Помидорка такая тепленькая, ее приятно держать. Такое чувство, что это не свежая помидорка, а маринованная. Как в баночках с огурцами. И освобождаем вторую помидорку. Готово. Кожицу убираем в сторонку. Разрезаем помидорки. Маленькими-маленькими кусочками. Вот, помидоры у меня сочные. Это хорошо. Для соуса нужны сочные помидоры. И вот так сверху пройдемся на пол. Это уже похоже на соус. Смотрите, весь сок вытек. Сейчас это еще обжарится с прованскими травами и чесноком. Будет очень вкусно. Вот, первая помидорка. Теперь вторая. Разрезаем. Быстро разрезаем помидоры и не забываем о нашей сковороде, которая стоит на огне. Чтобы наш чеснок там не поджарился совсем. Вот, еще раз прохожусь ножом. Отправляем наши помидорки в сковороду. Размешиваем. Красиво выглядит. Добавляем пол чайной ложки соли. И хорошенько размешаем. Ах, какой вкусный запах. Прованские травы пахнут очень вкусно. Готовим начинку для наших пицца-шариков. У меня это сыр сулугуни и салями. Вы можете за место сыра сулугуни взять любой сыр твердых сортов. Нарезаем мелкими кубиками наши салями. Вот так. Будьте аккуратны, когда режете. И вот готово. Разрезаем сыр сулугуни. Сначала на пластинки, а потом на кубики. Прямо как салями. Делим. Режем. Прекрасно. Делим. И нарезаем на кубички. Наше тесто уже подошло. Теперь раскатаем его. Рабочую поверхность крепляем мукой. Раскатываем тесто толщиной 5 или 7 миллиметров. Тесто такое воздушное получилось. Аж шарики лопаются внутри него. Тесто я уже раскатала. У меня тесто с толщиной 5 миллиметров. А теперь я нарежу круги. Вот. Это буду делать я все обычной крышечкой. Идеально. А потом сейчас я еще слеплю шарики из него. Аккуратненько работаем. Аккуратненько работаем. Формируем шарики. Защипываем шарик аккуратно, чтобы из него не вытекала начинка. Формируем шарик сам. Готово. Проделываем точно так же с остальными шариками. Масло накалилось. Отправляем туда наши шарики. Зарумянились первые шарики. Выбираем их на салфетку. Таким же образом обжариваем все остальные шарики. Вот и наши пицца шарики готовы. Вот такими они у меня получились. Смотрите, какие они получились внутри. Начинка и тающий сыр. Что может быть вкуснее? Отлично просто. А теперь пробуем это. Макаем в соус, который мы готовили. Это божественно. Идеальное сочетание томатного соуса с прованскими травами и чесноком. С пицца шариками. Вкусно и просто. Готовьте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok